У нас сегодня в гостях восточная красавица. И сегодня мы с вами посадили чай, нарисуем мухень. Это такое женское творчество. И отличие от рисунка на бумаге в том, что ты это носишь на себе какое-то время около двух недель. Это как такая временная татуировка, но она женственная и очень сильно меняет восприятие своего тела. Когда ты просто раз смотришь на совсем привычную руку или ногу и тебе это просто вызывает такой букет целых чувств интересных. И радует то, что это временное. То, что ты там нарисуешь и мало ли не понравится, это смоется. Такое вещество натуральное, хна. И оно оставляет след на коже. К тому, что в последнее время это такой прямо тренд. Все рисуют себе эти временные татуировки из хны. А на свое начало это берется в разных восточных странах, где женщины украшали свое тело. И чем сильнее женщина украшает свое тело, тем большую защиту она получает от, например, от влияния чужих мужчин. Потому что они смотрят не на красоту ее форм, талии, груди или бедер, а и взгляд задерживается на руках, на этих рисунках, на сережках и всевозможных украшениях головы и на макияжах. То есть это использовали как, с одной стороны, как отвлечение внимания от форм тела, чтобы их раскрывать больше перед мужем. А с другой стороны, женщины так себя и развлекали. Какое-то такое творческое занятие, которое еще и добавит красоты. Рисовала себе что-то на руках, на ногах. И мне так было жалко, когда эти рисунки смываются, я их заново обводила по этому же контуру. Поэтому вы можете сходить, если у вас, например, не очень хорошо получается пока рисовать, сходить к какому-то мехенвисту, который вам нарисует красивый узор, а потом, когда он будет подстираться, вы можете обвести снова. Если захотите, продлите этот рисунок. Но в некоторых местах мехенди держатся дольше. Например, на руках, вот на этой области. Да, да. Но они, например, не очень хорошо держатся на других частях тела. На спине, например, где много сальных желез. Чем жирнее кожа, тем хуже в этом месте держится мехенди. После того, как мы нарисуем мехенди, в этот день не надо мочить руки. Я люблю рисовать за час-два до сна. Но когда маленький ребенок, особо, конечно, не порисуешь. Поэтому сегодня мы будем тренироваться на Машеньке. Она сегодня будет нашей моделью. Одну руку буду рисовать, а другую Саша. Сегодня у Саши, наверное, будет первый опыт рисования мехенди. Но далеко не первый опыт рисования вообще. Я тоже себе любила рисовать. Тоже рисовала, да? Многие меня спрашивают, а где ты берешь рисунки? Где ты находишь? Как ты это будешь делать? Какой ты выберешь узор? Что я буду сочинять, что ли? Девчонки, которые начинают только-только рисовать, они пытаются что-то сочинять. У меня есть такой метод копирования. Когда ты в здании ученичества, какого-либо дела, надо просто посмотреть чье-то и сделать то же самое. А потом, когда у тебя уже рука будет набита и глаз на нотом, ты можешь ее просто изобретать до бесконечности. И некоторые мехенди я копирую у кого-то, которые мне уже нравятся, а некоторые сочиняю сама. И где их нахожу? Я их нахожу в пинделесте. Есть такой сайт. И я их складываю в одну доску. Те, которые мне когда-либо понравились, я их просто коплю-коплю. И потом под конкретную ситуацию, под конкретного человека я выбираю этот рисунок. И советую с человеком, какой рисунок ему понравится. Я для тебя Маша выбрала парочку вариантов. Два варианта. Или такая. Или такая. Мне ему понравится. Ну, больше, больше, наверное. Хорошо. Да, мне тоже это нравится. Мы так сделаем с тобой. Получается, что... Это я сегодня специально сделала. И прямо, почти такой же. Одна ручка будет так, а другая сделана зеркально. Получается. Мы будем сидеть на креслах рисовать, а ты так вытянешь руки. И будешь наслаждаться потом. А потом сушить еще. В общем, Маша весь день будет сидеть вот так вот. Большой рисунок, где зарисовывается вся поверхность. Примерно двух рук у меня уходит в одиночку часа, час-полтора. Но это я рисую достаточно быстро. Потому что у меня есть опыт рисования витражами. И это очень похожие такие вещи, когда витраж выдавливается из тюбика. И мехенди тоже выдавливается из тюбика. Поэтому и то, и то это какие-то одинаковые виды деятельности. Просто один там на стекле, а другой на руках. Сразу сложно научиться рисовать мехенди. Это опыт. И чтобы вообще их научиться рисовать, надо их просто рисовать. И когда вы возьмете готовый рисунок, у вас повышаются шансы вообще сделать это красиво. И понять идею, как это делать. Ну что, тогда мы начнем. Чтобы нам подготовить кожу к нанесению меди, надо ее поскрабить. Как-то потереть мочалкой или нанести какой-то скраб. Например, можно нанести кофейный скраб с медом, кофе. Жмой кофе с медом и прям потереть. Либо просто какой-нибудь мочалкой. Прямо сильно-сильно. Да. Давай, да, 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 да. Почти пока. Ставь правду, попробуй. Правда, да. Правда, да, да. Музыка 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 Продолжение следует... Продолжение следует...